В городе выпал снег. Самое время для зимних лайфхаков. Развлекаемся и согреваемся вместе с нашими теплыми идеями. Зимние радости сидеть у костра, пить какао и есть маршмеллоу. Ради таких моментов и была создана зима. Я ощущаю вкус счастья на губах. А еще я ощущаю вкус снега, холода и потрескавшихся губ. В зимнюю пору губам нужен особый уход. Подруга предлагает сделать специальный мягкий бальзам. Натираем на мелкой терке пчелиный воск. Растапливаем в микроволновке. Добавляем немного меда. Насыпаем тени для насыщенного цвета. Несколько капель кокосового масла и витамина Е. Перемешиваем деревянной палочкой и выливаем в пустой контейнер от помады. Ставим в холодильник. Когда помада застынет, зубочисткой рисуем на ней снежинку. Для заполнения снежинки растапливаем масло какао и синий пищевой краситель и заливаем в снежинку. Когда масло затвердеет, снимаем верхний слой ножом. Наносим снежный бальзам на обветренные губки. Отличная защита. С таким средством на губах можешь целовать хоть снеговика. А если ты собралась на лыжную прогулку, используй универсальную повязку для горла, носа и ушей. Полоску мягкой ткани склеиваем вдвое и выворачиваем на лицо. Сначала надеваем повязку как шапочку, тоже вариант. Дальше просовываем в нее голову до линии носа. Отдых в стиле ниндзя неплохо. Освобождаем волосы и надеваем шапку. С такой маской риск подхватить простуду сводится к нулю. Бери лыжи и вперед. Наслаждаться зимними видами спорта. Упс! Надо было делать защитную повязку для всего туловища целиком, а не только для головы. На самом деле я упала в сугрупп не потому, что плохо катаюсь, а потому, что солнце слепит мне глаза. Чтобы выглядеть как профи на горнолыжных спусках, не забудь взять в зимнее путешествие солнцезащитные очки. Так и блики на снегу не будут отвлекать тебя от цели. А если ты все-таки упадешь, в такой экипировке лыжного ниндзя никто и не догадается, что это ты. Златовласка приносит подарок и откусывает часть упаковки. Похоже, она действительно разозлилась, раз начала есть бумагу. Лист рисовой бумаги окрашиваем красным пищевым красителем. Перед тем, как завернуть подарок, смачиваем лист водой. Так бумага будет более эластичной. Заворачиваем в нее подарок в форме конфеты. Склеиваем швы водой. Украшаем обертку кондитерской посыпкой. И обвязываем лентой. Синеглазка ничуть не хуже. Она тоже может есть упаковку. Вот только незадача. Ей досталась настоящая несъедобная бумага. От холода высохли губы. Как хорошо, что у подруги есть помада. Нам понадобится рождественский леденец и пустой тюбик от помады. От леденца отрезаем кусочек и вставляем в тюбик. Закручиваем и закрываем крышечкой. Выкручиваю помаду. Что? Откуда здесь леденец? А подруга еще и злится, что я надкусила кусочек. Хочу наколдовать принцессе кошке сюрприз. Чашка? Нет, не то. Подсвечник? Опять не то. Рыба? Откуда здесь рыба? Так, моей магии точно нужна тренировка. А вот подарок. Это ей нравится. Подожди, я украшу его съедобными снежинками. Голубой кондитерский шоколад растапливаем и перекладываем его в зип-пакет или кондитерский мешок. Надрезаем уголок. Распечатанный лист со снежинками накрываем сверху пергаментной бумагой. Рисуем снежинки по узору. Пока шоколад не высох, посыпаем его пищевым глиттером. Застывшие снежинки снимаем, аккуратно стягивая пергамент с края стола. Снежинки получились нежными и красивыми. Прямо как моя золотоволосая принцесса. Чтобы еще такого наколдовать. А вот ты красотка с тарелкой. Ладно. Будут тебе еще сладости. 50 грамм сливочного масла комнатной температуры разминаем с 5-10 граммами сахара. Добавляем к ним яичный желток и ложку жидкого меда. Перемешиваем. В отдельную емкость насыпаем 1 стакан просеянной муки, четверть чайной ложки разрыхлителя и столько же соды. Добавляем четверть чайной ложки молотой корицы, половину чайной ложки молотой гвоздики, половину чайной ложки молотого имбиря и четверть чайной ложки мускатного ореха. Перемешиваем пряную смесь с мукой. Добавляем муку в емкость с маслом и замешиваем крутое тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и кладем на час в морозилку. Охлажденное тесто раскатываем и вырезаем формочки человечков. Тонкой трубочкой делаем отверстие для крепления игрушки. Отправляем прянички на 10 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Готовых пряничных человечков украшаем с помощью разноцветного айсинга и зип-пакетов. Рисуем им лица и одежду, чтобы они не замерзли. В отверстие продеваем нитку и завязываем ее на узелок. Пряничные человечки пахнут Рождеством, а нитку от игрушки можно использовать в качестве зубной нити. И где только носит мою подругу? Она что, едет ко мне на черепахе? Достаю телефон, чтобы написать ей сообщение. О, сенсор снова не хочет реагировать на мои перчатки. От старых наушников срезаем изоляцию и вытягиваем провод. Выворачиваем перчатки наизнанку, вставляем провод в иголку и делаем несколько стежков на указательном пальце. Выворачиваем перчатку обратно и используем сенсорный телефон без помех. Украшаем перчатку, приклеиваем снежинку и бусинки. Теперь мои руки будут в тепле, а телефон отреагирует на перчатку, как на палец. У моей подруги не просто сенсорная перчатка, у нее целая вай-фай-варежка. К варежке прикладываем чехол от телефона. Обводим его маркером и вырезаем по линиям. Делаем дополнительные надрезы сверху и снизу. Заворачиваем края внутрь. Приклеиваем чехол к варежке. Вкладываем внутрь телефон, тепло и удобно. Я говорю по телефону, даже не снимая своего варежкового чехла. Вот только нужно не забыть держать в тепле и вторую руку. Наконец-то я встречаюсь с подругой. Моя варежка-чехол приводит ее в восторг. После прогулки я еще долго не могу отогреть руки. Я сажусь поближе к камину. Да что там поближе, я готова залезть в камин целиком, чтобы согреться. А вот моя подруга готовит специальную термованночку для рук. Наливаем в емкость полстакана молока. Добавляем немного касторового масла, несколько капель лавандового масла и три ложки морской соли для ванны. Разбавляем теплой водой и опускаем наши ручки. Пока я согреваю руки в ванночке, моя неутомимая соседка пробует разное средство. Канделябр вряд ли ее согреет, не мучай свечку. Лучше попробуй мой безалкогольный глинтвейн. Он согревает не хуже настоящего. В стакан наливаем вишневый сок и разогреваем его в микроволновке. Добавляем ложку меда, бросаем в стакан звездочку бадьяна, гвоздику цедру лимона и палочку корицы. Украшаем стакан апельсиновой долькой. Но подруга предпочитает народные методы. Она думает, что с помощью свечи изгонит злых духов холода из своих пальцев. Чтобы не промокала обувь, используй наш следующий лайфхак. Натираем на терку парафин, разогреваем его в микроволновке. Добавляем пару ложек льняного масла и пару капель лавандового масла. Перемешиваем. Наносим средство на кожаную обувь или обувь из кожзаменителя и оставляем на ночь пропитаться. И никакая влага нам не страшна, будь то лужи или слезы завистников. Разыграю подругу с помощью моего искусственного снега. В емкость насыпаем пищевую соду и добавляем пену для бритья. Тщательно перемешиваем. Наш снег экологически чистый и совершенно безопасный. А самое главное, он не тает и не оставляет мокрых луж. Подруга выходит с балкона и попадает под снегопад. Откуда? Ведь на улице нет снега. Сюрприз! Это моя карманная вьюга. Столько снега намело, что не пройдешь. Нужно шагать прямо по сугробам. Чтобы снег не попал в ботинки, я использую резинки на штаны. Приготовим две широкие резинки и четыре зажима от подтяжек. Резинку продеваем в петлю клипсы и склеиваем. Также крепим с другой стороны. Цепляем зажимы на штанину, а резинки надеваем на обувь. С такими резинками можно смело покорять северный полюс. Белые медведи мне точно позавидуют. И никакой снег не страшен. Может, снег и не страшен, но страшен гололед? Чтоб ботинки не скользили, используй термоклей. Нет, мы не предлагаем приклеить тебя ко льду. Все гораздо проще. На подошве зимней обуви делаем узоры термоклеем. И не забываем про каблуки. Красиво и практично. А главное, что теперь ботинки не будут скользить. Подруга приходит, слушая музыку в двух парах наушников. Как у нее держится вся конструкция? Очень просто. Это специальные наушники для наушников. Берем широкий обруч для волос. Из картона вырезаем четыре круга. Берем мягкую ткань. У нас это велюр. И обводим на ней картонный круг. Оставляем три пуски около одного сантиметра. Вырезаем четыре одинаковые детали. На двух картонных кругах делаем выемку для маленького наушника. Приклеиваем к ним слой наполнителя. Синтифона или холофайбера. И сверху покрываем тканью. Также оформляем остальные детали. Декорируем обруч тканью. Соединяем два круга на конце обруча. Целый снаружи с выемкой для наушника изнутри. Повторяем на другом конце. Стык декорируем бусинами. Вставляем телефонные наушники в уши. А сверху надеваем теплые и красивые наушники из велюра. Маленький наушник попадает в выемку. И в таком аксессуаре тебе будет тепло и уютно. В таких наушниках твои ушки не замерзнут, слушая любимую музыку. Все продумано. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Это звенит зимний Трум-Трум. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok